Надо только уйти от желаний Культура Рисунок к статье 17 апреля 2015 года 13-14 Роман Богословский Текст фото видео Надо только уйти от желания Интервью Романа Богословского с Инной Желанной Еще две недели назад Я очень мало был знаком с творчеством Инны Желанной И ее многочисленными проектами Когда она дала согласие на интервью Я спросил своего приятеля Большого ценителя творчества Инны Что лучше послушать, чтобы быть в теме Он ответил, что слушать надо все С самого начала до последнего альбома Так я и поступил Справедливости ради скажу Что мне открылся дивный новый мир Самобытный, глубокий, порой и сложный Но неизменно красивый и мудрый А вопросы кинни рождались прямо по ходу прослушивания Инна, я понимаю Что все это у вас уже много раз спрашивали Но, тем не менее, каким образом музыка стала для вас судьбоносной? Когда вы осознали, что это и есть ваш единственный путь Петь я начала еще в раннем детстве Но учиться музыке не хотела Минус музыкальную школу бросила в четырех классе Вернулась к музыке только после школы Да и то под давлением мамы Поступила в МГПУ им И Политова Иванова на отделение академического пения Но особого трепета перед классической музыкой не испытывала Оперу не любила Училась для мамы Чтобы она была спокойна Минус ребенок при деле Вскоре познакомилась с группой Альянс И на какое-то время стала участницей этого коллектива Я бы не говорила так категорично Что это единственный путь Не исключаю, что когда-нибудь меня всерьез увлечет что-то другое Когда вы начали сочинять свои песни Пришлось ли вам пройти своеобразный период ученичества у народной музыки? Иными словами Хотелось ли вам сочинять нечто подобное Похожее на народный материал? И, кстати, в каком году произошло знакомство с Сергеем Старостиным? Я пришла в Альянс как автор К народной музыке В то время я никакого отношения не имела Фолком не увлекалась В 1990 году на записи альбома «Сделано в белом» Познакомилась с Сергеем Старостиным Он тоже принимал участие в записи А через пару лет я собрала свой собственный проект Уже с намерением заниматься фолком Конечно, в современной интерпретации Песни сочинять я тогда почти перестала Пропал интерес Да и вдохновения не было Последний авторский альбом «Минус танцы Тиня Минус» Вышел в 2002 году Но и там только тексты мои А музыка нашего басиста Сергея Калачева А было желание все бросить Уехать куда-нибудь в глубинку Ходить по домам Слушать, что поют бабушки И фиксировать это Общаться с ними Или для вас важно только исполнение? Нет, никогда не ездила в экспедиции Это очень неответственное и затратное дело Мне хватает архивов Благо сейчас все доступно При желании можно найти любые материалы Исследовательский интерес у меня пока не возникал Фото Олимпия Орлова Если в процессе написания текста вы понимаете, что в него необходимо вставить нецензурное слово Вы сделаете это или станете искать компромисс и замену Как я уже сказала Я давно не пишу песен и тем более не пишу их матом Когда я слышу редкий мат в какой-нибудь старой песне Калиного моста Например, я понимаю, что без этого слова текст потерял бы свою эмоциональную окраску Тоже с литературой Это хорошо, когда уместно Даже Пушкин не гнушался Но я не премлю мат как связующее звено между словами в предложении Коль уж коснулись литературы Что читаете? Читаю я мало и редко Но если что-то на душу ложится Тогда читаю просто запоем Могу влюбиться в автора Перечитать все Плоть до личных писем Потом остываю так же внезапно От прочитанного остаются только личные выводы Эмоции и ассоциации Всегда завидовала людям Способным сходу процитировать к месту любой абзац Диалог или афоризм из книги Я так не запоминаю Настольных книг у меня нет Инна, под аккомпанемент какого инструмента вы сочиняли и как это обычно происходило Вы долго вынашивали материал в себе А затем выдавали его или садились за инструмент и он сразу выливался Без какой бы то ни было специальной подготовки Сочиняла под гитару или фортепиано Бывало по-разному Одна песня приходит вдруг и сразу Просто берешь гитару И песня уже есть Как будто всегда была И ты ее просто читал А бывало, что годами свербит какая-то одна фраза И ни туда, ни сюда Делаешь к ней подходы Танцуешь вокруг и так И сяк А потом вдруг какой-то внезапный толчок Момент Слово Мысль И все идет как по маслу Складывается и оформляется Вас очень хорошо принимают на различных европейских фестивалях Приглашают на Запад с концертами Не находите ли вы, что западный мир не всех русских считает отсталыми ватниками А делит на более или менее своих и чужих Вы для Запада своя русская Вот эти новые модные словечки Которыми теперь можно мгновенно охарактеризовать любого человека Все поделить на черное и белое На вату и либерастов На 14,86% Да простят меня все Кто мыслит этими категориями Но я вижу в этом какое-то жалкое скудаумие Мы приезжаем играть концерты Нас приходят слушать люди На этом наше общение заканчивается Задать вопрос публике Если вы считаете нас отсталыми ватниками Минус такое мне еще в голову не приходило Слава Богу С нашими европейскими друзьями мы политику не обсуждаем У нас достаточно тем для более приятных и полезных бесед Вообще, мое убеждение таково Что в политику не идут порядочные люди Поэтому вся эта возня вокруг политических персон Все эти споры Кто из них лучше Кто хуже Кажутся мне наивными Я не припомню времен Когда новый политик вступал бы в должность И вдруг начинал работать на людей Решать проблемы пенсионеров Инвалидов Детей Учителей Врачей Проблемы как были Так и остаются десятилетиями без изменений А имитация окипучей деятельности Только прикрывает личные интересы И в этой ситуации делиться на своих и чужих Мне кажется непростительной ошибкой Что нужно делать Или чего не делать русскому музыканту Чтобы быть услышанным и оцененным за границей Обратите внимание Что коллективы Востребованные на Западе В той или иной степени занимаются народной музыкой Несут в своем творчестве элементы национальной культуры Тем они интересны На мой взгляд Русские люди по своему душевному складу Склонны переоценивать значение слова в песне Но при этом предъявляют довольно низкие требования к музыке А ведь смысловую нагрузку должна нести прежде всего музыка Хорошо Когда и музыка И текст достойны внимания Но русский язык крайне немелодичен В нем слишком много согласных Писать на нем тексты для песен не так просто Возможно Поэтому наш русскоязычный рок Интересен только здесь У нас И на желанное и российский шоу-бизнес Он вас отторгает Призывает к компромиссам Или вовсе не замечает Такой вопрос часто задают Но я так и не могу понять Где подвох Что значит отторгает А если замечает То как это выглядит Допустим Меня заметили И что Я вдруг появлюсь в танцах на льду Или в песне года А какие могут быть компромиссы Напишите песню для радио Правда Не могу представить себе ни одной из трех ситуаций Шоу-бизнес Понятие достаточно широкое Чтобы в нем свободно умещались все Кто работает на сцене Каждый занимается своим делом Каждый в своей ниши Никто никуда не лезет Никого не отторгает И не призывает Ну а почему нет Отказались бы участвовать В песне года Или в танцах на льду В танцах отказалась бы А участию в песне года Должна была бы предшествовать Какая-то история Меняющая формат передачи Чтобы появление вне Эндерграундных артистов Было уместно и естественно Но это утопия Расскажите Каким образом сложилось Ваше сотрудничество С легендарным Треймганом Это произошло случайно Известный московский промоутер Александр Чапарухин Неоднократно привозил Кинг Кримзон И разные сольные проекты музыкантов Кримзон Он познакомил нас С Треймганом и Патом Мастилота У них был свободный день в Москве А нам было за счастье Потусить с такими ребятами Мы поехали в студию Что-то там поковыряли Позаписывали Просто так Без всякой цели Это никуда не пошло Мы гуляли вечером по Москве Водили Трейм в дом Булгакова Он очень любит Булгакова Хорошо знает его творчество и биографию Позже мы сыграли с Треем Два концерта в Москве Один из них на золотой маске Просто удачное стечение обстоятельств А в наших альбомах Треймганом Треймганом участвовал через интернет Сотрудничеством в полном смысле Слова я бы это не назвала Скорее Он любезно соглашался помочь Когда я просила Раз спросил про Ганна Спрошу и про Кейн с Римсон Я прочитал несколько рецензий Наряд ваших альбомов В двух из них встретил Определение к Римсона подобно Какие отношения связывают вас С этой группой Были ли какие-то сознательные Заимствования А может Это просто досужий вымысел критиков В 80-е это была одна из любимых групп Особенно самые попсовые альбомы Дисциплин Пит Но ничего Од Кримзон В нашей музыке никогда не было У нас даже гитары в группе нет Какой Кримзон Может быть Я бы не удивилась сравнению С Пинк Флойд Хотя бы понятно почему С Морфин Можно сравнить Рассужба с барабана Саксофон Тоже понятно Но Кримзон Минус совсем мимо По слухам Ледь 15 назад Вы сотрудничали с Питером Габриэлом Но слухи на то и слухи Что ничего конкретно неизвестно Так сотрудничали Если да То в чем именно это заключалось Слухи иногда просто слухи Хорошо Инна Как пришло решение Освоить музыкальные программы И уйти в сторону электронщины Был у вас такой период Альбом Кокон Например Это громко сказано Что вы Ну какой из меня электронщик Все осваивалось с трудом Я вообще с техникой на вы Мне предложили написать саундтрек к фильму Я начала работать А вскоре пришел кризис 2008 года Финансирование прикрыли Все зависло на годы А из начатого материала В итоге получился альбом Кокон Что касается ухода в электронный амбиент То его нет Альбом Кокон Но минус Это разовая сольная работа С группой у нас Совершенно другая музыка А что это должен был быть за фильм Сотрудничали ли вы с киношниками Помимо этого Нет Раньше не сотрудничала Интересный должен был быть фильм Но меня просили не рассказывать Если ситуация изменится к лучшему Его снимут Альбом из ворот 2014 года записывался на средства Собранные в ходе краудфандинговой кампании Почему? Ведь если вас не хотят издавать в России Это вполне можно было сделать на лояльном к вам западе Я не прав Это мы не хотим Условия, которые нам предлагают российские лейблы Нас не устраивают Поэтому мы издаемся сами И поверьте Зарабатываем на продажах гораздо больше Чем дает лейбл Ведь как работает лейбл с коллективами 2-3 эшелона Он берет ваш альбом на 3-5 лет Платит Если вообще платит Какой-то минимальный аванс Который не покрывает и десятой части всех затрат на запись Печатает его И на этом все обычно заканчивается Никаких роялтис, процентов продаж Мы отродясь не видели Потому что никакого продвижения Или хотя бы минимальной маркетинговой работы Со стороны лейбла нет Тираж лежит на складе в ожидании заказов А всю работу по продвижению альбома Берет на себя сама группа И участие лейбла в этой истории мне не совсем понятно Для чего он Сложить альбом на складе и ждать Пока он сам начнет продаваться Я тоже могу Мне не нужно для этого лишать себя прав на 5 лет И делить прибыль с другими бездельниками Лейбл хочет, не вкладываясь Сразу начать зарабатывать Я их понимаю Мне бы тоже хотелось ничего не делать И чтобы за это много платили Справедливости ради надо сказать Что и мы для лейблов представляем Скорее имиджевый интерес Этакая эксклюзивная позиция В общем списке и артистов Поэтому говорить о каком-то серьезном бизнесе В нашем случае не приходится Когда мы с Форландерс 1994-2004 год ГГ Работали с германским лейблом Нас крутили на радиостанциях Транслировали концерты по ТВ И, как следствие, альбомы Выпущенные немцами Успешно продавались А мы регулярно ездили в туры и на фестивали Мы ощущали на себе необходимость контракта с лейблом Потому что результат не заставлял себя ждать Сейчас у нас нет издателя на Западе Но есть агент Который работает над этим Возможно, ему удастся кого-то заинтересовать нашей музыкой В которой, кстати, очень мало фолка И очень много прок-рока и психоделики Что создает определенные проблемы При попытке продать группу западному лейблу Но все возможно А в чем именно заключаются проблемы с прок-роком и психоделикой? У них и своего такого много или что-то иное Да, фольклорной составляющей у нас сейчас мало От фолка остались только народные песни И моя народная подача в вокале Этого, видимо, недостаточно Чтобы появиться на рынке как русская группа Потому что музыка в целом западная Почему бы тогда не делать музыку именно в таком формате и стиле В котором она цепляла бы западных продюсеров всецело А почему бы не написать песню для радио? А почему бы не играть музыку попроще Чтоб народу...